Девушки отдыхают В общем, довольно-таки приятная картина, то есть какой-то кусочек солнца, понимаешь, лежит вот у тебя под ногами что ли так, и поэтому где бы ты ни был, всегда тянет к тому месту, где вырос, родился, к той же самой любимой березке. Я однажды в детстве, корову пас, забрали на это поле с полынью, а после этого, ну, обычно мать там или бабушка, сдали корову, и вот молоко пахнет полынью. КОНЕЦ Хочу летать. Если мечта станет целью, ты будешь летать. Она учит полету в Борисоглебском высшем авиационном ордена Ленина Краснознамённом военном училище летчиков имени Валерия Павловича Чкалова. Отсюда начали легендарный путь Кокенаки, Каманин, Юмашев, Хальзунов, Тололихин, прославившие родное училище. Здесь не только распорядок и устав. Лидию Сергеевну Клееву шутя называют замначальника училища по цветам. Уже много лет она дарит их тем, кто отправляется в полёт. Как напоминание о доме, о земле. И не представляет своей жизни без этих ребят, без училища, без раскатов двигателей поутру. КОНЕЦ Многих из них ждут такие же взлёты, и Лидия Сергеевна ещё услышит песню их турбин. Но строг отбор в авиацию. И кто-то должен уйти. Что случилось? Не показал необходимых будущему лётчику знаний? Не подготовил себя физически? Как нужны стране строго отобранные воздушные бойцы, Хорошо знает Зинаида Фёдоровна Власова, Медсестра Великой Отечественной. Глядя на новое поколение, Она с особой остротой вспоминает Летящие бомбы, Горящие эшелоны, Застывшие от ужаса детские глаза. Летящие от ужаса детские глаза. Прибыл. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, Вступая в ряды вооружённых сил Союза Советских Социалистических Республик, Принимаю присягу и торжественно клянусь. 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 Именно здесь, в Борисоглебской летной школе, я и давал присягу. Клялся честно выполнять долг перед Родиной. Не жалея ни здоровья, ни сил, ни самой жизни честно выполнять все задания. И совсем молодым 16-летним добровольно вступил в армию в период гражданской войны. А почему вступил? Потому что Ленин обратился к народу. Социалистическое отечество в опасности. А раз оно в опасности, что нам делать? Если вы меня спросите, из какой я семьи? У меня отец рабочий, а мать крестьянка. Значит, рабочий крестьянский сын. А может он стоять в стороне, когда социалистическое отечество в опасности? И Владимир Ильич Ленин призывает. Нет, не может. Я сразу пошел в армию. Выпускник училища, генерал авиации Сергей Павлович Андреев, дед нынешнему поколению курсантов. И он помнит тот первый воздушный парад с единственным самолетом, что вел Россинский, один из первых русских летчиков. А много раньше, еще в 1912 году, Россинский пролетел над Борисоглебском, как бы в предзнаменовании того, что здесь, на Борисоглебщине, будет основано летное училище весной 1923 года. В числе первых десяти выпускников был Валерий Павлович Чкалов. Ну и представляете, что такое работать механиком на самолете Валерий Павлович Чкалов? Это же было одно удовольствие. Как он летал? Это подлинный был мастер и воздушного боя, и пилотажа. И вот я с ним слетал один раз, прибыл к нам самолет двухместный, я собрал его. Он говорит, я проверю, как ты его собрал, как двигатель будет. Садись во вторую кабину, говорит. Я сел, привяжись, говорит, покрепче. Ну и обрезался. И он набрал, а самолет пилотажный был. Поднялся, набрал две тысячи метров и начал. Меня захватила красота этого полета на высоке. Московское время, 6 часов 40 минут. Здравствуйте, ребята. Слушайте пионерскую зорьку. Они не подведут своих отцов и дедов. Им, еще не познавшим небо, предлагается испытать то, к чему без особого энтузиазма относятся многие зрелые летчики. Первый раз. Ну как, блядь, подошел к двери. Ну, первый раз воздух поднято для того, чтобы пленить. Подошел к двери, что? Ну, пленил, ничего не помню. Потом хлопок какой-то раз головой. И ремни, и пленки натянул. Ну, посмотрел, купол открылся. Все хорошо, спокойно. А потому что брожать начал, да? А потом брожать. Поставлю мастерскую зорьку, пошел к земле. Этот непростой предварительный экзамен ребята выдержали. Зов неба. Когда и как впервые мы услышали его. Но сначала теория, как основа для высокого права на крылья. В принципе, каждый молодой гражданин может стать летчиком. Но труднее будет тому, кто ехал в школе на троечках. Но те, кто хорошо выдержал вступительные экзамены, усвоят нужные летчику знания. База для этого есть. И пусть сложны авиационные науки, тем выше радость к их приобщению. Что больше врезается в память? Первый прыжок с парашютом, как некий экспромт испытания характера? Или подготовленный учебным годом первый самостоятельный полет? Конечно, самым впечатляющим моментом остается первый самостоятельный вылет, который запоминает даже, можно сказать, от взлета до посадки. И его будешь помнить на протяжении всей своей летной карьеры. Как себя чувствуешь, о чем думаешь, это уже сейчас трудно передать. Ну, как бы сказать, что ты еще, как говорится, только со школьной скамьи юноша. 17-18 лет нам было в основном в то время. И доверяет уже современную реактивную машину. Там две кабины все-таки. Оглядывайся, смотришь, есть там кто или нет. Может, не верится, что ты сам летишь. Даже специально песни там орешь. Думаешь, может, там кто перебьет, но никого нет. Убеждай, что сам летишь. Так, кажется, по-моему, первый полет запоминает. После самостоятельного вылета сразу такое ощущение, прямо охота не вылазить из этого самолета и отлетать до конца всю свою летную программу. И все тебя поздравляют. Кто не вылетел, еще завидуют тебе. Смотрят на тебя, что ты уже, как говорится, обрел крылья. Ну, это было как во сне. Ну, сел, застегнулся. Взлетели. Инструктор у него сказал, ты, говорит, смотри по сторонам, запоминай. А я, говорит, буду, говорит, управлять. Ну, я представляю, какое у меня там лицо было. Конечно, рот до ушей. Сияю, как медный тазик. Ну, так, все было как во сне, но все так приятно, здорово так. Ну, мы летим. Он говорит, видишь, говорит, озеро. Я говорю, какое, товарищ старший литер, там три озера как раз было. А вот это, говорит, посередки, и помахал крылом. Я, говорит, здесь, говорит, рыбач. Я говорю, товарищ старший литер, на меня возьмете. Посмотрю, как ты будешь летать. СИГНАЛИЗАЦИИ 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 Инструктор, конечно, всегда волнуется, когда курсант вылетает самостоятельно. Потому что именно это проверяется его, непосредственно его подготовкой, как он именно передал свои знания именно курсантам, что он понял это. И к тому же, как... Да. Особенно это касается непосредственно взлета и посадки, самым более трудным элементом. А испытываете ощущение удовлетворения, когда он прекрасно слетал? Безусловно. Каждый инструктор испытывает часы. Кажется, как же. Удовлетворение своего труда непосредственно, что он не пошел зря. Профессия летчика одна из редчайших профессий, которая дает человеку полный комплекс ощущений, восприятия окружающего мира, красоту всего мира. 4-0-6, на Борее-2-100, взлетайте. Ну, люди, конечно, не роботы. Летчик в полете осмысленно работает с арматурой кабины. И поэтому хватает времени посмотреть в кабину и на землю. Поэтому, глядя на землю и глядя даже на приборы, уже каким-то шестым чувством чувствуешь машину. Так что здесь, то есть, романтика-то, она не утратила своего значения. И даже в нашей сегодняшней летной службе. Летишь и чувствуешь, что можешь ты еще как бы больше узнать, больше взять от машины. И, ну, идешь вот на полеты с радостью какой-то. Ощущения, конечно, прекрасные, что и говорить. Ведь маленькие, но победа. Себе и другим остальным доказал, что ты что-то дозначишь в авиации. В выборе профессии, вы не разочарованы? Да нет, что... Кто разочаровался, тот ушел уже. Время было для тех предостаточно, 4 года. И мы покорили, остался только марш. И летчики, они такой народ, когда вот освоят они, предположим, одну машину. Ну, в совершенстве освоят, им хочется освоить более сложную технику. По-моему, если бы любому летчику предложили бы идти в отряд космонавтов, по-моему, они не отказались. Они бы пошли с большим удовольствием. Как говорится, профессия у нас сложная, мужественная, требует отваги, мужества, самообладания. Такие характерные черты для летчика. В то же время мы хотим, чтобы они были людьми. Чтобы он был общительным, был для товарищей, был душой компании. И в то же время он был человеком, чтобы к нему в любой момент можно было подойти, и он всегда не откажет ни в помощи, ни в других вопросах. Нет, наверное, немножко не так, чтобы в первую очередь это... Профессионал был? Так точно, профессионал, в первую очередь защитник родины, офицер, воспитатель. А уже потом товарищ, который... То есть глубоко предан родине, да. Родине своим, с каким-то интересом. А потом уже компанейский парень в компании. Да, уже говоришь. Так я понимаю. Ну, ценить больше всего в летчике-инструкторе, конечно, стоит именно его отзычивать, человечность. Самое основное, я считаю, это терпение. Потому что научить из простого товарища сделать летчика, это не очень просто. Например, по себе сужу. На первом курсе было много трудностей, чуть ли уж не списали. Но хороший инструктор попался, спасибо ему, Глухов. И он меня из полета в полет одно и то же долбил, долбил. Научить меня научили, выучили. А представьте тебе, что у него не один такой, как я, а трое-пятеро. И в день он делал по шесть заправок. И из полета в полет одно и то же. Ну, это уж просто титанический труд. Поэтому жалко мне не придется инструктором быть. Я не обладаю такими качествами, как терпение. Иногда вот приходится, допустим, в контрольный полет лететь. Вот шура нам контрольная. В паре. Да. Как бы ты и знаешь, его уже на земле, как товарищ. Знаешь его, так сказать, немного психологию и все остальное прочее в его характере. То есть, представляешь вот, даже как он пилотирует. То есть, даже выражение лица его можно представить. Ну, и то же самое стараешься делать, как бы, ну, только не автоматически, конечно, а угадывая его чувства, как бы, вот так сказать. И самое главное, это товарищеская взаимопомощь. Поэтому та атмосфера, которая царит в коллективе, скажется на его успешное выполнение задания, или даже самого полета. Собственно, наша профессия, как летчика-инструктора, ну, намного отличается от тех рабочих дней, там, в строевых частях, в боевых частях. И поэтому мы стараемся, насколько у нас есть возможность, выехать так на природу, с семьей именно, с детьми, отдохнуть. Я думаю, что и наши жены, наши дети тоже стараются нас увидеть, поскольку мы, они нас меньше видят, мы стараемся, так сказать, именно в годные дни, в воскресные дни компенсировать этот вопрос. Бывает, иногда придет и не в настроении, и немножко плохое настроение. Ну, стараешься все сделать так, чтобы и развеселился немножко. Обычно муж со мной всегда делится. Вот за их профессию, ну, горды. Просто берет, что смотришь, как самолет летит, где-то там высоко, и знаешь, вот там твой человек любимый сидит, где-то он ведет эту машину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда-то здесь стояли эскадроны гусар летучих, и, быть может, в этом зале мелькали ментики и малиново звенели шпоры. Теперь не эскадроны, а эскадрильи, летучие в прямом смысле слова. Но, как и встарь, Борисоглебск – город невесты. И многие в этом славном русском городке найдут свое счастье. Силы не надо. Сила нужна когда банки открывать будешь. Гостей там встречать, если что-нибудь случится. Так что, смотрите. Главное – в жизни все должно быть законно и порядок. Ситочки. Ситочки я потом... Днем военного воздушного флота. Ура! 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 Пожалуйста! Пожалуйста. Пожалуйста. Пойдем. Хочется верить, ких по взрослению эти ладные вертки и в небе самолеты будут служить людям только для тренировки перед броском в космос. Хочу летать. Полет не только наслаждение. Конечно, когда прозрачен воздух и широко распахнуты мирные земные дали, летчику хочется петь. Но небо бывает хмурым от туч, в багровых сполохах войны. Здесь помнят Хасан и Холхенгол, Испанию и Великую Отечественную и нашу победу над врагом. 262 выпускника училища стали героями Советского Союза. 12 удостоены этого звания дважды. С 1943 года на знамени училища высшая награда Родины Орден Ленина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Главный экзамен. Такого нет в земных учебных заведениях. Экзамен в воздухе. На летную зрелость, на пропуск в небо, на готовность к бою, на звездный диплом. «Было ли у меня волнение перед своим последним полетом в училище?» «Я скажу, что у меня волнение было больше, когда мы прыгали первый раз на этом же аэродроме с парашютом. Это было на первом курсе. Тогда было волнение за то, что прыгали в какую-то неизвестность. А сегодня в своем полете, перед полетом, волнения как такового не было, но была гордость за то, все, что сделали наши инструкторы, преподаватели все. И те техники, которые обслуживали полеты все время, которые мы летали в училище. Чтобы действительно их труд оценила государственная комиссия по нашему полету». «А пятую дают зону?» «Ну, третью еще не так». «Давали пятую». В Борисоглебск пришел праздник. С офицерским званием поздравляет выпускников бывший курсант училища, дважды герой Советского Союза, генерал авиации Алексей Васильевич Алелюхин. «Перелетная осенняя пора. Пора радостных встреч и грусти расставаний». «Какие дела, свершения ждут вас, молодые офицеры?» «Перелетная осенняя пора. Да, березы, конечно, подмосковные березы отличаются. А у нас боля. Особенно нравится степь Волгоградская. И особенно весной. Это как-то необъяснимо. Смотришь, вся степь красная. Маки потомковые желтые». «Я думаю, тоже неплохо будет, если погасим и у тебя, и у меня данное наследие. место жеркого из prisons которые – uniquely начинают прозрачное окрепная, и удачное пространство». «Отлайн и привычка выбраны» «Брунчатся в детей OS у zmianам». «Брунчатся в親аки!ι שреди роз deles completa» «�и usedborough совет Michigan» « acordo начинаетmas церан answers к их исследователя клиентамproduк перед sigma Что мы испытываем, когда производим выпуск? Мы испытываем чувство большой радости и удовлетворения за проделанную работу личным составом училища. И испытываем, безусловно, горесть разгуки с теми молодыми парнями, которые пробыли в стенах училища более четырех лет. Хочу летать. Полет не только наслаждение. Конечно, когда прозрачен воздух и широко распахнуты мирные земные дали, летчику хочется петь. Но небо бывает хмурым от туч, в багровых сполохах войны. И тогда полет труд. Труд напряженный до полной отдачи сил и способностей. Счастливого вам полета и мирного неба! Счастливого вам полета и мирного неба!